К Интуру очень много претензий. После того, как были раскрыты переписки Столяровой и других лиц, стало понятно, что кто-то заказывал музыку. Этим кто-то является страна-агрессор, который на сегодняшний день ведет военные действия внутри нашей Украины. И их цели были понятны, даже расписаны, кого мочить, когда мочить, кого поднимать, кого опускать. То есть фактически мы допускаем во время войны, что агрессор, который оккупировал мой Крым, нашу территорию, Украину, разрешает себе строить политическую информационную войну внутри системы. Так не должно быть. Так не было ни в какой нормальной стране. Это действительно позор. И действительно я понимаю, почему массы задали вопрос в первую очередь Службе безопасности Украины. Где реакция на ту информацию, которую мы видим? Пускай скажут, это поддельная информация, настоящая информация. Если настоящая, то где результаты, где уголовные дела, где приговоры? Свобода слова это одна из основных ценностей. И как замглавы комитета по правам человека Верховной Рады Украины могу сообщить, что мы всегда боремся за свободу слова, за права человека. И безусловно, эти картинки не совпадают с тем, что сегодня существует в нашей стране. Сегодня СМИ работает спокойно, понятно. И даже чересчур демократично в моем понимании иногда. Вместе с этим. Кому выгодно эта история? Кому выгодно из нескольких зажженных шин сделать из нашей страны подрыв? Наверное, или идиотам, или тем людям, которые сегодня и на саммите, и на ближайших комитетах будут приходить и рассказывать. Видите, что у нас в стране возможно? Видите, как у нас угнетается СМИ?